Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди. Большие кризисы — это большие возможности, которые случаются не так часто, как бы нам хотелось. Но, к сожалению, многие люди их упускают. Сегодня покажу вам видео, которое вас убедит в том, что их пропускать не стоит. А ссылка на него будет в описании, как обычно. Ребята, слушайте сюда. В такие времена мы богатеем. Я уже так делал. Причём дважды. Никакой чепухи в этом видео, только чистая стратегия. Хватит паниковать, читая там всякое. Я прекрасно понимаю ваши чувства, так что хватит. Я знаю, что у всех ситуации разные, и лучшее, что я могу сделать, это поделиться с вами тем, что я делаю сам. Своими мыслями и своим опытом, чтобы помочь вам пройти через этот кризис. И к вашему сведению, мне 40. Мне не 20, как можно легко подумать. Азиаты не стареют. Я дядька опытный, так что слушайте. А ещё было бы круто, если бы вы поставили лайк. Это реально помогает Ютубу привлекать больше людей на канал. Смотришь на весь этот кризис, на пузырь даткомов, на кризис SARS 2002-2003 года, на пузырь недвижимости 2008-го. Всё это проходит. Помните, как в течение многих лет, многие люди, включая вас, очень хотели бы вернуться во времена кризиса 2008-го года. Тогда они точно закинули бы все свои деньги на рынок. Видите ли, смотреть в прошлое всегда очень легко. Да если бы я знал, что так будет. Это самая большая пурга, которую можно себе повторять. Сколько раз ещё можно себе это впаривать? Если взглянуть на все кризисы, мы видим, что они проходят. Самая большая проблема заключается в том, что когда вы сами находитесь в кризисе, то не понимаете, как поступать. Я буду вести речь о деликатных вещах, так что простите меня заранее, если я слишком разгорячусь. Представьте себе, вы в отношениях вот уже два года. Иногда вы ссоритесь, но в основном всё хорошо. В один прекрасный день к вам подходит ваша половинка и говорит, что пора расставаться. Она нашла другого или просто хочет от вас отдохнуть. Как бы вы себя почувствовали? Можете себе представить, сколько бы вы рыдали и думали, что же пошло не так. Думали, что никогда не переживёте. Но вот вы здесь, спустя всё это время. А что если бы вы узнали, что ваш партнёр вам изменял? От того, что вы беспокоитесь о нём и любите его, вы бы не думали здраво и понизили бы свои стандарты. Именно поэтому даже во времена кризиса логическое мышление должно функционировать. Что если умирает кто-то близкий? Припоминайте, как это на вас повлияло и изменило вас навсегда. Я не утверждаю, что сам могу быть собраннее вас во время кризиса. Я ведь тоже человек. Где-то два года назад у меня была любовь всей жизни. У моего пса был рак. Рак крови. Он умер безболезненно, и химиотерапия выиграла ему год жизни. До сегодня для многих людей он просто был моим псом. Но для меня он был как сын. Я до сих пор пытаюсь смириться с этой утратой. Я уже два года как нахожусь в кризисе. Этот процесс до сих пор не завершился для меня. И у меня до сих пор есть проблемы с принятием любви. Мое сердце до сих пор не исцелено. И я не знаю, исцелится ли вообще. Возможно, но не сейчас. Во время этого кризиса мне помогали принимать правильные решения. И за это я благодарен. Помните, как меньше года тому назад акция Тесла стоила меньше 200 долларов? Помните этот кризис? Тогда люди, которые были готовы держаться своей линией поведения с высоким уровнем убежденности, были вознаграждены. Они гнули свою линию в то время, как все вокруг были напуганы до смерти. Конечно, оглядываясь назад, те люди получили заслуженное. Если у вас есть кому помочь вам в плохие времена, кто-то с опытом, кто-то со знаниями, кто-то, кто говорит вам ровным счетом то, что вам нужно услышать, все было бы совсем иначе, правда? И вот сейчас настали эти кризисные времена. И я надеюсь, что смогу помочь вам совершить правильный выбор. Этот кризис не имеет на меня ни малейшего эффекта, ведь я задолго был готов к подобного рода событиям. По факту я записал столько видео об этом. Если посмотрите этот канал, то много таких найдете. Так вот, пришел кризис, и я улыбаюсь. Если вы нет, то продолжайте смотреть видео. Во времена такого кризиса мировые лидеры возьмут наконец-то хоть раз себя в руки, отложат ссоры и решат проблему. Все кризисы похожи. Не выступайте против рынка, когда мировые государства работают вместе, чтобы решить проблему. Наверное, не стоит ставить против них. Зачем вообще ставить против мировых лидеров, которые собрались вместе во имя решения проблемы? Это очень тупо. Давайте обратимся к графикам. Этот инвестиционный фонд отслеживает индекс S&P 500, и посмотрите на 1994 год. Я вам вкратце напомню, что произошло в течение тех лет. Давайте вернемся к ноябрю 2002-го. Приблизим. Так что же тогда произошло? Тогда вспыхнула новая болезнь. SARS. Появилась новая инфекция, и рынок начал тонуть 4 месяца подряд. А что потом произошло? Вот начался SARS в ноябре 2002-го, да? А потом вспышка болезни спала, а рынок начал подниматься. В этот раз у нас корона, которая началась в декабре. Вот был кризис 2008-го года. Бум, и рынок упал. Но теперь мы видим, что рынок пришел в себя очень оперативно. Нужно еще кое-что заметить, что вот в это время, вот здесь, интернет еще не был сильно распространен, и без мгновенной связи мы не были слишком связаны. Поэтому все происходило куда более медленно. И если бы мы вернулись в настоящее, то поняли, как много кризисов так же резко заканчивались, как и начинались. Итак, теперь вы видите, что это падение очень крутое. Это, наверное, от того, что весь мир сейчас супер взаимосвязан. Все постоянно онлайн в 2020-м, и новости распространяются практически моментально. Соответственно, реакция тоже очень быстрая. Например, вот здесь тоже была резкая просадка из-за торговых войн. Ну, ничего нового. К другим случаям, помните людей, которые покупают вот здесь на дне? Один из таких людей, покупающих на дне, это я. Я обычно покупаю на таких просадках, и вот здесь-то и зарабатываю много денежек. И вот у нас снова резкое падение. И как думаете, что произойдет? Я не знаю точно, дно ли это, но я знаю, что будет происходить в будущем. Сейчас я возьму кисточку и дорисую график. Я точно знаю, что в будущем фондовый рынок достигнет приблизительно этого диапазона. Я не знаю, насколько этот рынок передать им упадет. Этого я точно не могу сказать, но вот что я знаю, так это то, что когда фондовый рынок взлетает куда-то аж сюда, я снова заработаю много-много денег. Так что же я сейчас делаю? В течение прошлой недели я распродал все стабильные акции из своего портфеля и начал покупать те, которые являются прорывными. JD хорошо подскочил, и я продал его. Baidu тоже довольно хорошо держался здесь, и я тоже продал его. С NIO, на удивление, тоже все окей, и я его продал, и McDonald's тоже продал. Я продал все за исключением Tesla и Illumina. Я воспользовался шансом сконцентрироваться на прорывных компаниях. Неудивительно, что Tesla держалась довольно хорошо. Это тот шаг, который сделают хорошие фондовые менеджеры. На медвежьем рынке все акции упадут. Одни больше, а другие меньше. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы очистить свой портфель. Я знаю, что больно продавать некоторые акции в убыток, но в этом случае вы на самом деле не теряете, а просто делаете перестановки в своем портфеле. Вы должны наполнить свой портфель акциями, в которых вы действительно уверены. Я повторяю это уже в сотый раз на этом канале. У Чарли Мунгера и Орена Баффета в портфеле одновременно лежит только 3-4 акции, пока они не станут слишком жирными. Ведь невозможно понять до конца все 10-20 компаний, в которые вы инвестируете. Если вы будете вкладывать только в те компании, которые вы понимаете до конца, то всегда останетесь правы во времена наступления кризиса. Как вот сейчас, например. Блин, я так рад, что записал все те видео с Теслой. Мои убеждения уже ничто не изменят. Так вот, если Тесла снова упадет до 200 долларов, мы с вами уже хорошо знаем, как я поступлю. Я даже дом продам, чтобы купить Теслу. К чертям дом, кому нужен дом? Ну что ж, на этой неделе я сделал, что хотел. Я очистил свой портфель до трех акций. Поскольку я не могу предсказать точки дна, как никто не может, то мой план таков на последующий месяц. Я поделю свои резервы, мою оставшуюся наличку. Я разделю их на три части. На протяжении следующего месяца я разделю свои сбережения на три части. Условно, в моих накоплениях 90 тысяч долларов. Я совершу три покупки стоимостью 30 тысяч долларов, каждая в течение следующего месяца. Если рынок продолжит падать, я вкладываю 30 тысяч. Если он еще раз падает, я еще раз вкладываю. Если рынок продолжит опускаться, то меня это реально никак не затронет. Я знаю, что просто по-человечески невозможно постоянно предсказывать точки дна. Но абсолютно точно возможно владеть компаниями, которые изменят нашу жизнь к лучшему, и причем за цену пониже. В этом и заключается суть инвестирования. Во времена кризиса, когда богатство либо делают, либо теряют, какую сторону выберете вы? В итоге, как бы это просто не звучало, как я уже сказал, когда наступает кризис, большинство людей не способно собраться с мыслями. Любой кризис проходит, и любой кризис заканчивается. Большие возможности не появляются часто, а когда появляются, то большинство людей просто их упускает. Прямо как красивая барышня, сидящая напротив вас в баре, с которой вам так и не хватает смелости заговорить. Желания не сбываются. Сбываются действия. Инвестируйте с умом, и спасибо вам, друзья, что ставите мне лайки. Для меня это, правда, много значит. Зарабатывайте. Редактор субтитров А.Семкин